Приветствую вас. То, что я скажу, возможно, вам будет неприятно слышать, потому что это немножко расходится с тем, что вы спрашиваете. На мой взгляд, по крайней мере. И, соответственно, может быть вам это покажется не ответом на ваш вопрос, но мне, думаю, что вот то, что я очень сильно почувствовал в вашем сообщении, да, это такой аспект, такой момент, что вы как будто бы убегаете от реальных отношений, как будто бы вы, ну не знаю, может быть боитесь выстраивать реальные отношения, как будто бы вы опасаетесь, как будто бы вам вот проще находиться в отношениях вот с этими людьми. При том, что где-то в глубине души вы понимаете и может быть даже знаете, что, ну ничего реального, да, с этими людьми не будет. Но вы продолжаете, тем не менее, с ними, с этими людьми как-то вот вступать в отношения, потому что мне кажется, мне кажется, что для вас это безопасно. Мне кажется, что вы вот где-то будет у меня души, знаете, что для вас это, ну никакого, никакой угрозы не представляет. Ну вот, вы знаете, вы чувствуете, что это всё где-то вот нереально, это всё нереально вы ощущаете, на мой взгляд. И, как мне кажется, этим самым вы уходите в то, что я бы назвал иллюзией. Понимаете, не то, что бы я против того, что бы вы, там, испытывали что-либо к знаменитому. Наоборот, в принципе. Испытываете что-то, и прекрасно, и чувствуете что-то, и замечательно, замечательно, я не правду. Просто мне кажется, что этим вы замещаете свою жизнь. Для вас это настолько важно, что вы сами своей жизнью не живёте. А вот хочется вас, эээ, кратки, в этом контексте, давай хочется вас спросить. А вы то, вот вы сами, говорю, в этой ситуации. Где? Где вы сами, сами? Понимаете? А вас самой, как будто бы и нет. И вот это, вот это, очень, эээ, очень грустно. Вот это, очень тревожно. И на это, в первую очередь, я бы хотел, обратить ваше внимание. Чтобы вы, ну вот, условно говоря, там, Чтобы вы, на это обратили свое внимание. Чтобы вы, в эту сторону посмотрели. Что вы увлекаетесь на них ницами, что-то, 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 что-то к ним испытываете, супер, супер, отлично, шикарно. Но, что дальше? Понимаете? Вот у меня, по ощущениям, да, что это единственное, чем вы сейчас живёте. У меня, по ощущениям, это единственная для вас, эээ, ну, как бы активность. Мне бы не хотелось, чтобы для вас это было единственное активность. Понимаете? Мне бы хотелось, чтобы вы, всё-таки, жили, эээ, максимально полной, интересной жизнью. И вот, как два права, а что такое ваше жизнь, эээ, опять же, опять же, это случилось, что вы ушли, вот, в, эээ, иллюзии. Когда это происходит, ну, вот, когда человек, человеку, эээ, эээ, реальный мир, кажется, эээ, кажется, эээ, очень угрожающим, кажется, эээ, очень опасным. Когда человеку, эээ, реальный мир кажется, эээ, таким, эээ, весьма, эээ, недрузелюбным. И человек не знает, ээээ, что ему с этим миром делать. Человек не, человек не знает, ээээ, как ему в этом мире жить. Вот. И тогда появляется вот какой, какой-то способ, эээ, уйти в иллюзии, да, уйти, вот, в жизнь других людей и так далее. Я смотрел, это, 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 это все нереальные, эти люди, misc千, не реальные отношения по крайней мере, это сейчас для вас это так. Я не говорю, что, вы не можете,эээ, встретиться,эээ, с знаменитостью, я не говорю, что вы не можете приступить с ними в отношения. Можете, можете, и и уступить можете, и,эээ, ээхэ. И может быть даже отношения по сравнению с этим вы можете. Но делаете ли вы реально что-то для этого, мне кажется, что нет. И вот на это я хотел бы обратить ваше внимание. Это, мне кажется, важно, а не то, что вы спрашиваете. Ревность, она пройдет, ревность она пройдет на, ну вот, как бы, со временем ее станет меньше, но придет другое чувство, если вы понимаете, о чем я. Придет другое ощущение, если вы понимаете, что я имею в виду. Придут другие переживания, они будут тоже про людей, которые, которые к вам, вероятно, особого отношения не имеют. Но это будет для вас важно настолько, что вы задаете вопрос свой психолог. Вот. Поэтому такая вот история. Дальше. Про плач. Вот. То, что касается плачи. То, что касается плачи, то, что касается, ну вот, того, что у вас вот называют раздражение там, определенные слезы. Вот. Мне кажется, что здесь есть некоторая потребность в силе. То есть вам нужен сильный такой человек. Рядом. Когда этого вы не видите, когда вы не видите, что человек проявляет такого рода силы, вам становится, становится не по себе. Вы это хотите силы, вы хотите опереться, а в итоге получается, что опереться не выходит. Потому что человек оказывается не настолько идеален, как вы думали, как вы предполагали, как вы, как вы, может быть, рассчитывали. Вот. И в итоге получается такая вот не очень хорошая, не очень приятная, я бы сказал, ситуация. Вот. Которую вы себя чувствуете несколько, ну, несколько, знаете, вот так, несколько негативно, скажем так. Вот примерно, примерно, наверное, такой ответ я мог бы вам отдать с точки зрения психологии, с точки зрения психотерапии. То есть мне, мне кажется, по-прежнему, кажется, я, ну, буду, пожалуй, наставить на этой позиции, что вы от чего-то очень сильно бежите, от чего-то очень сильно бежите. Вот. Бежите вы от каких-то конфликтов, конфликтов внутри себя, от как угрозы вовне и так далее. Вот. И мне кажется, что лучше вам подумать об этом, нежели, чем пытаться решать, ну, немнимые проблемы. Я не хочу ни в коем случае обесценивать то, что вам важно, но просто что-то, что еще помимо этого есть, что еще помимо того, что в вашей жизни имеется, что еще есть помимо. Это, мне кажется, такой довольно важный момент. Я надеюсь, что вы на это обратите свое внимание. Вот. Надеюсь, вы подумаете об этом немного-немножко. Вот. И я очень надеюсь, что решите с этим с этим что-то делать. Ну, например, решите, там, заняться, например, психотерапией для того, чтобы это поисследовать и поправить, если вам этого хочется. Ну, или, по крайней мере, сами, что-то в своем поведении, что-то в своем отношении, что-то в своей жизни, вот, начнет менять. Потому что, ну, ситуация такая, несколько тревожная. Если у вас есть какая-то потребность, то ее лучше признать и научиться не обращаться, научиться ее выражать, вот, чем вы будете страдать из-за неудовлетворенности, например. Да, ну, просто. И, мне кажется, это не то, чего вы достойны. Мне кажется, что вы достойны гораздо больше. На этом все. Я надеюсь, что мой ответ был вам полезен. Я желаю вам, хочу пожелать вам всего самого доброго. Я хочу пожелать вам удачи, я хочу пожелать вам лучше в себя разбираться, лучше в себя разбираться. И я надеюсь, что вы дадите какую-то обратную связь на мой ответ. Это может послушать началом вашей работы над собой, вот. Это может послушать началом психотерапии. Всего вам доброго. Субтитры сделал DimaTorzok